Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Куличкин, я являюсь генеральным директором компании-дистрибьютор мужской косметики. И сегодня я расскажу об этой компании и расскажу о том, как она перевернула мою жизнь и разделила ее на до и после. Погнали! Друзья, всем привет! В процессе создания всей этой движухи вокруг этих брендов на территории Российской Федерации. Начнем с людей. У нас в компании два офиса. Один находится в Москве, один находится в Санкт-Петербурге. В московском офисе трудится четверть человек. Это я, Андрей, специалист по работе с клиентами, а Анастасия, наш маркетолог. Но, кстати говоря, Анастасия трудится с нами совсем недавно. Это офис Mail Grooming Club. Кстати, вот, сними вот этот кадр. Аббревиатуру. Это вообще аббревиатура? Да, МГС. И вот еще образы. Образы? Черепушки? Бородатый Диоген и Венера Милоска. Они всегда нас сопровождают на всех выставках, так как мы любим эстетику, любим красоту. А внизу, смотрите, я покажу. Хоп! Это все Бруклин Софт Компани. Соуп. Соуп. Что в переводе? Маловаренная компания Бруклина. Короче, надо снять вот так вот, чтобы все понимали. Хоп! Это только Бруклин. А вот косметика Oil Can Grooming. Косметика Dapper Den. Dapper Den, да? Dapper Den. Dapper Den. Вот такие вот наборы прикольные. В наборе. Но мы, я думаю, еще раз смотрим. Новый Бриолинчик, кстати, видел ты? Нет. Покажи, пожалуйста. Его, по-моему, в Бирмингеме, да, запускали, насколько я понял. Да. И мы его уже привезли в Россию. Давайте посмотрим рабочее место мое. Здесь очень много всего интересного. Во-первых, здесь всегда лежат режимы кандидатов на работу, в частности, Анастасии. Так как мы знаем, что в бизнесе это главные люди, мы очень избирательно подходим к вопросу кадров. Планы по работе каждого из сотрудников. Чтобы работа не была ради работы, а приносила конкретные результаты, мы стараемся планировать наше производство, несмотря на то, что мы ничего не производим. Но производство это, в принципе, впечатлений о нас, как о компании. Ну и, конечно же, планы мероприятий по выставкам. Потому что в этом году их у нас очень много. В частности, только-только отгремел Barber Connect. Очень хочу поделиться своими эмоциями относительно этого мероприятия. Ну, во-первых, впечатляет масштаб. Четвертый павильон выставочного комплекса «Сокольники» — это не шутки. Это огромная площадь. И все выходные эта площадь была полностью забита экспонентами и людьми, которым было интересно прийти и посмотреть на мероприятия. На звезд, которые там собрались, и на поставщиков. В том числе и нас. Да, ну, мы занимаемся дистрибьюцией брендов. То есть, это понятие несколько более глубокое, чем просто оптовая торговля. Потому что бренды сами по себе не продаются. Что бы ты ни привез. Пускай это будет тот же American Crew или Clubman или что угодно. Бренды нужно продвигать. И мы занимаемся их продвижением. И только потом мы занимаемся их продажей оптовой. Все началось в 2011 году. Я изучал английский язык в Великобритании. И тогда меня поразил факт огромного изобилия мужской косметики на полках в салонах косметики. Меня поразило изобилие барбершопов. Собственно, там первый раз я попробовал один из наших брендов. WB's Revenge. Но это было не в 2011, это было в 2012 году. И я подумал, что... Ну, мне понравилась индустрия. Мне понравилось то, как все пахнет. Как все удобно и приятно в применении, в использовании. Вот. Я много чего попробовал, потестировал. Понял, что хочу заниматься. Так. И... Ты тогда там о барбершопах и о барберинге узнал, да? Получается. В Англии. В Англии. И тогда уже был бум. То есть, то, что... Какой год примерно? 2011. 2011. То есть, мы отстаём где-то на 6, на 5-6 лет. Вот так. От Англии? От Англии. От английского барберинга. Да. А в чём это проявляется? Ну, как... Ну, в количестве барбершопов, к примеру. Если взять Великобританию, на 40 миллионов жителей у них 2000 барбершопов. Это только те, которые можно найти в интернете, там, загуглить. У нас 120 миллионов человек. То есть, у нас цифра должна быть 6000. Началось всё с того, что я закупил три коробки с косметикой питерского дистрибьютора. Он тогда, да? Являлся... Да. Да. Но это был неофициальным. Нет, они были официальным дистрибьютором. Они возили косметику напрямую из Великобритании. Но... И не только они, по-моему, были ещё кто-то, кто возил эту марку. Но как-то... Как-то я так посчитал и понял, что надо возить самому. О чём сообщил производителю. И производитель не сразу откликнулся на эту идею. Производитель, это получается... The Blubber's Revenge. Да, его зовут. Самый главный товарищ. Самый главный товарищ. Генеральный директор, с которым мы с тобой встречались в Бирмингеме этим летом. Его зовут Дэвид Хилдрю. Очень серьёзный бизнесмен. Ему 50 лет, плюс-минус. С очень жёсткими принципами. С очень жёсткими требованиями к своим партнёрам. У нас в компании принято обучать людей. Все, кто к нам приходит, сначала обучаются. И только потом они сдают экзамены и устраиваются на работу. Что такое качество? Мы уже коснулись темы парабенов. Косметика состоит из множества элементов. Из множества химикатов. Мы с вами всё это множество химикатов не видим. Мы видим с вами просто какой-то кремчик, какую-то жижку, какую-то, может быть, просто кусок мыла. Но на самом деле в нём десятки составляющих. Чтобы все эти компоненты между собой смешать и чтобы косметика была однородна, ну, например, как цвет этого мыла, чтобы она не была кусками, чтобы она не крошилась, не ломалась, чтобы не была осадка, чтобы она была приятная глазу, используются консерванты и эмульгаторы. Это неизбежно для любой косметики, для натуральной или ненатуральной. Другой вопрос, какие консерванты использовать. И многие производители используют пресловутые парабены. Когда развивалась косметическая промышленность, в качестве консервантов использовался спирт. Ну, мы все знаем, что спирт – это хороший консервант, но в производстве он стоит гораздо дороже, чем более дешевые компоненты, такие как парабены. Парабены – это изобретение косметической революции, промышленной революции, которые начали добавлять в косметику повсеместно, потому что это дешево, и это позволяет косметике сохраняться гораздо дольше, чем, например, если добавлять в нее спирт. То есть, скажем, косметикам на спирту держится срок годности, там, год-полтора. Косметика на парабенах может 3-4-5 лет подлежать использованию. Мы стараемся возить бренды, которые не включают в свой состав парабены, и которые при этом включают в свой состав такие натуральные компоненты, как алоэ вера, как антрацектин – это белок, который добывают из водорослей в Антарктике. Этот компонент добавляется в средство для бритья The Blue Beards Revenge. В 2006 году, весной, когда я готовился к подписанию договора с Blue Beards Revenge, я принял решение о том, что нужно ехать в Великобританию, ловить там директора Дэвида и подписывать с ним договор. Я поехал на Barber Connect с договором, который неизвестно, подпишу я или нет. пришел на стенд к Дэвиду в The Blue Beards и сказал, ребят, я отсюда не уеду, пока договор мы с вами не подпишем, потому что мы его подписываем и согласовываем очень долго. Это нормальная практика получается для англичан, они не говорят там, знаешь, по рукам, да? Ну да, но это вообще стандартная практика для… Ну крупный бизнес. Blue Beards – это крупная, да, крупная контора, которая не принимает решения ежесекундно, ежеминутно. Они, у них есть стратегия развития, она прописана там на ближайшие 10 лет. И в рамках этой стратегии они должны подбирать себе партнеров. Им было просто непонятно, ну, подхожу я под эти критерии или нет. С одной стороны, я приезжаю и говорю, ребят, я крутой, там, то-то, 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 давайте подписываться. С другой стороны, они должны это взвесить. И вот я приехал в Англию, сказал, что не уеду, пока не подпишу. Конечно, это шутка была. Естественно, бы я уехал, ну, че. Но, тем не менее, они эту шутку разоценили как серьезное намерение. И после… Да, поэтому после Barber Connect. После самой выставки мы с ними сели в лобби большого гостиничного комплекса, выставочного гостиничного комплекса, где все это происходило. Они были уставшие, но договор мы подписали. Я бы, знаешь, как обрисовал бы эту ситуацию? Вот по поводу того, надо ли продавать, надо ли использовать какие-то инструменты продаж или не надо. Вот представим на секунду, что пришел клиент. Первый раз пришел к тебе в барбершоп. Он к тебе пришел, потому что у него есть потребность в том, чтобы получить качественную мужскую стрижку. Качественный мужской сервис, как это сейчас принято говорить. То есть, эта потребность у него назрела, и он пришел ее удовлетворить. Но, может быть, это его первый поход в барбершоп. Может быть, он еще не знает, что в барбершопе предлагают косметику. Может быть, он не знает, что в барбершопе, кроме стрижки, могут решить еще ряд проблем. Например, посоветовать хорошую косметику по уходу за кожей лица. Например, посоветовать какую-то хорошую зубную пасту, которая гораздо лучше, чем то, что обычно покупается в магазинах. Он пришел, он не знает, он пришел к тебе первый раз. Он вообще в барбершопе первый раз. И в чем заключается помощь, да, и в чем заключается миссия, я бы сказал, барберинга? В том, чтобы парень, барбер или мужчина-барбер, эксперт в области опрятного мужского внешнего вида дал какой-то совет. И тем самым помог молодому человеку, который к нему пришел на стрижку, стать чуточку более опрятным, более уверенным в себе.